В этом плане при любительной работе по снарядам больше подходит шенгарби. Метры тоже незаменимы, я уже сказал кому, но они нужны и для чего. Они нужны и новичкам, и старичкам. Но шенгарби еще незаменимы. Почему? Потому что они замечательно защищают труп, великолепно защищают труп. Особенно у тех, кто уже имеет опыт работы по снарядам достаточно большой. То есть рука подвижна и в запястье совершенно свободна. И она не сжимает руки таким образом, как бинт. То есть рука в ней настоящая, живая, не сжатая. Во-первых, это хорошо в плане кровоснабжения, свифотока кровотока, о чем я говорил немножко раньше. А второе, чем это хорошо? Хорошо тем, что кулак, испытывая нагрузки от соприкосновения с ударной поверхностью, то есть когда удар происходит сам, он ведет себя внутри перчатки точно так же, как если бы его попадали голые руки. Абсолютно. все это дело присутствует. Единственное, что хорошо шенгарды защищают от чего? Это чтобы вы не сбили руки и защищают ударную поверхность. Поэтому, когда поставочной самотехникой занимаетесь, или занимаетесь даже набивочной самотехникой, но не набивая именно поверхности, а укрепляя ударное звено, то есть укрепляя лак непосредственно и запястье, надо работать в шенгардах. Вы руки не собьете, но сможете сделать сотни приемов. Сотни раз ударите. И ударить сильно. Голой рукой, если вы сделаете то же самое, даже при очень хорошо подготовленных руках ударных поверхностях, вы руки обязательно собьете. Даже великие мастера всегда повреждают ударные поверхности, когда работают по нескольку сотен или тысяч ударов за день, если они делают эти удары очень сильно. Это не минуемо, потому что живая ткань, живая ткань, даже если она орговевшая, а под ней живая, вы все равно разморжите ее. Это не та кожа, которая вот эту. Эту не жалко. Она вынесет все. А это своя. И она не такая прочная. Она не выдержит. У человека кожа недубленная. Если она даже будет орговевшая, то просто трещина появится. Отлично. У меня подкаст отдельный есть. Вы его можете найти на канале на ютубе или на моих сайтах. Это отдельная тема. Вот. Поэтому шингард. Еще. Почему шингард? Как я сказал, рука отлично работает в запястье. Бинк. Ну его, конечно, как бы намотать, но он обязательно фиксирует и запястье в том числе, потому что все туры идут все равно вокруг запястья. Рок запястья, потом кисть, опять запястье, кисть запястье, кисть пальцы, кисть пальцы, кисть, потом и пальцы, и запястье. То есть все равно, как бы ничего не делали, но запястье фиксированное. Если бы руку потом замотали и просто расслабили, поскольку вот так вот положение будет. Она не провиснет вот так. Она будет вот так. Это говорит о том, что запястье зафиксировано. В шингарде этого не происходит. Как? Она будет провисать точно так. То есть это и естественные положения руки, и естественные состояния. В шингарде работать можно как на макеваре, так и на мешке. Интересно то, что шингарде вы абсолютно четко будете чувствовать, чем вы попадаете. Очень важно. Я об этом говорил в начале самого. То есть очень важно для файтера настоящих чувствовать, каким он именно местом попадает. А то иначе получается, что по снаряду бьет он на одним местом и набивает. Это место, значит, ударное. Ставит, значит, удар. Хочет поставить и сильный прием. С тем местом, которым надо. То есть именно костяшками, которыми хотел. А в итоге, что получается? По снаряду он, когда пошел на работу, наделал вот такие перчатки, а что я дальше сделал. И стал бить уже священный попой. Чтобы научиться попадать тем, чем надо, надо работать вот в таких перчатках. И последний момент. Чем они хороши? Дело в том, что внутри перчаток происходит то же самое, что я покажу вам сейчас на наружной поверхности. Посмотрите. Внутри перчатка фактически такая же, просто там кожа не такая, а как шито тканью. Когда происходит удар, вот вы попадаете, видите, сашингарда проминается и заполняет все пространство, еще и между костяшками. Еще и между костяшками. Это напоминает удары в песок, которые чрезвычайно важны для тех, кто хочет иметь очень крепкий кулак. Вот они отчасти в шингарде работают, заменяют удары именно в катку с песком. Чем это хорошо? Заполняются все эти пространства и дают дополнительное укрепление связкам, которые находятся между косточками. Эти связки начинают испытывать нагрузку дополнительную, дополнительно расклинивающие действия от удара. С наклинышком заходят и раздвигают косточки. И в итоге эти связки, они обязаны просто гипертрофироваться, так как они испытывают постоянную нагрузку ударной техники. И они очень спокойно и методично начинают толщаться, увеличиваться, усиливаться, укрепляя и стабилизируя кулак. Это происходит очень хорошо. И качество. И прорабатывается, и набивается в том числе. Весь кулак абсолютно. Весь кулак. Даже и косточки, и между косточками. Что чрезвычайно важно. Почему? Дело в том, что если по снарядам работать, особенно по жестким очень, и особенно голыми руками, то удар приходится на ограниченные поверхности, ограниченные точки контакта. Именно в этих точках и происходит абсолютно вся нагрузка. И с трансмиссией силы на кулак идет и селективно, как оси проходящие через эти точки. И нагрузка получается на кулак даже неполноценная. Как это не парадоксально, но набивая голую руку, набивая ударные поверхности. Это хорошо, когда мы работаем с голой рукой. Но если мы хотим укрепить весь кулак, весь кулак целиком, то лучше работать в шенгардах или по снарядам, которые обладают достаточно упругим поверхностным слоем. Для того, чтобы это проминание прошло, и воздействие этим слоем поверхностным снарядом шло по всей площади кулака. И кулак укрепится, потому что сила будет распространяться на все части кулака. И по костяшкам, и между костяшками, раскрепляя все полностью. А также будут усиливаться вот эти связки, которые находятся между косточками. Что чрезвычайно важно, чтобы вы будете противник крепить и попадете не костяшками, а попадете в локоть, именно пространством между костяшками. Улак ваш не должен при этом рассыпаться или лопнуть как армуз. Ни в коем случае. Вот работа в шенгардах позволяет закрепить кулак очень хорошо. Поэтому в макевару и тяжелый плотный крепкий мешок можно работать в шенгардах. Вы кулак закрепите гораздо лучше. Будете ставить его теми ударными поверхностями, которыми надо. Потому что будете это чувствовать. И последнее. Это вот такие перчатки. Просто боксерские перчатки. Для чего они нужны для работы по снаряду? Ну, они нужны для работы по снарядам потому, что когда вы станете с вашим товарищем спаррингом, то вы должны уметь в этих перчатках очень сильно пить и очень сильно прикладываться теми частями, которыми надо. Если вы всю жизнь работали в вот таких шенгардах, а мне спарринг вести с товарищем по залу тренировочной, это, как говорится, смерть. Ну, это можно просто покалечить. А работать надо все равно в полную силу, в полный контакт. То есть все по-взрослому. В шенгардах вы действительно просто травмируетесь. Вот и все. Поэтому нужны такие перчатки. Кто всю жизнь работал в вот таких только шенгардах, в таких перчатках, по снаряду, даже у них не получается нормально бить. Почему? Потому, что там совсем твою лоб расположена лука. Не сжимается плотно кулак. Со стороны находится большой палец. Поэтому, в плане того, чтобы научиться просто сильно бить в реале, вот в таких перчатках, когда будет СВС Пайк, надо в таких перчатках обязательно работать и по снаряду. Иначе ничего не получится. Вы будете в шенгардах бить одним способом, а наденете перчатки и будете бить абсолютно другим способом. И получается, что тактические схемы вы будете реализовывать с помощью других ударов, не тех, которые у вас самые сильные, самые лучшие, самые поставленные, которые вы поставили при работе с шенгардах. Поэтому обязательно в таких перчатках по снаряду работать надо тоже. От этого никуда не деться. На что надо обращать внимание при работе в таких перчатках? Все равно нужно стараться, стараться ощущения свои, сконтролировать и пытаться бить все-таки по максимуму теми ударными поверхностями, которыми вы работали на снарядах и которыми ставили удар для того, чтобы бить с голой рукой. То есть вот как в шенгардах, чем били, так и в этой же перчатке. Можно пытаться бить этими же ударными поверхностями. Потому что как надевают такую перчатку, особенно если, не дай бог, в ней еще и бит, то что получается? Начинают бить чем угодно и мизинцем, и вот этим вот сгибом, цепляющим ударом. Эти перчатки позволяют. Реально этого не позволят. Вы сломаете кулак сразу же. Вы бите противника в лоб или плечо и просто вы сломаете. Потому что само распределение силы и точки приложения будут абсолютно не те. Вы будете бить и мизинцем, и с этой стороны цеплять, и будете пальцами бить согнутыми. Перчатки в этом все могут. Да? Это все позволит. Для реального файтинга, для слитфайтинга это нереально. Поэтому работая в такой перчатке, обязательно контролируйте свою технику. Пытаясь привести к той ситуации, чтобы она была такая же, как и в шингарах. Имеется в виду при работе на снарядах. Да и когда с оппонентом будете работать, ну, импортером вашей работы. Все равно пытаетесь бить так, как надо. Если вы, конечно, занимаетесь боксом, и вам интересно выигрывать на ринге, можете эти советы не слушать. Почему? Потому что бокс все-таки, ну, реально на улице работает, это отличная была система. Одна из самых лучших. Но у нее нет оружия. Я об этом уже говорил когда-то. То есть нет оружия, нет крепкого кулака. Потому что он заточен изначально, не для того, чтобы с ним драться. То есть заточен он изначально, в современном аспекте, как он сейчас выглядит. Не для того, чтобы драться на улице. Не для того, чтобы драться голыми руками. Не для того, чтобы выигрывать в ринге в таких перчатках. Да? Все уже под драться точно. Поэтому и бить можно чем угодно, и забинтовать руки. Чтобы можно было бить чем угодно, чтобы их не повредить. Чтобы там были глутышки такие, как будто там кулака нет. А как будто просто гипс. Пластырь намокнут. Вот такая же перчатка. Только там на руку пластырь намокнут. А потом убыхающую засунуть из туда. То есть это уже не есть там оружие искусственно сформированное. Это все равно что в руки взять нож. Но потом его засунуть в ножны. И этими ножнами пытаться драться. Ну вот если вы, конечно, занимаетесь именно боксом. Особенно любительским боксом. И вас интересует именно победа только на ринге. Тогда пожалуйста. Если вы хотите заниматься файтингом, реальным, стрейтфайтингом. И не повреждать свои руки. И иметь оружие и мощь. То, конечно, этот подкаст, эта лекция, она для вас. И работать надо. Используйте F7 теплопротектор. Все. Нету какого-нибудь универсального, который вообще позволяет абсолютно все. И долго работать, и ставить постановочную технику. Делайте тысячи приемов. И которые руку при этом абсолютно хорошо защищают. Но при этом она испытывает такие гиногрузки, чтобы была гипертрофия. Такого не бывает. У каждого есть свои плюсы, свои минусы. От этого не деться никуда. Используйте все. Поэтому у файтера, который всесторонне готовит свои руки. И ставит действительно хороший и мощный удар. Должны быть все эти виды протекторов. А на этом все. Спасибо. С вами был я, Михаил Шилов. Автор проекта www.budushil.ru и www.budublog.ru Продолжение следует. Уважаемую. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...